Уход за кожей Гигиена одежды и обуви Болезни кожи Почему с кожи необходимо удалять излишки пота и сала? С поверхности кожи надо удалять выделение сальных и потовых желез, потому что нормально функционировать может только здоровая чистая кожа. Как следует ухаживать за кожей лица, рук и ног? Основным способом ухода за кожей является мытье, при котором с поверхности кожи удаляются пыль, микробы, кожное сало, пот и разные вещества, загриняющие кожу в процессе работы. Умываться нужно ежедневно. Вода для умывания должна быть мягкой в комнатной температуре. Уход за кожей рук должен быть особенно тщательным, поскольку руки подвержены загрязнению и повреждениям. После работы руки нам длежит вымыть в теплой воде мылом. Вымытые руки следует тщательно вытереть. Уход за кожей ног предполагает ежедневно делать теплые ножные ванны с мылом, насухо вытирая ноги полотенцем. При повышенном потоотделении после мытья ноги следует обрабатывать соответствующими присыпками и лосьонами. Каковы особенности ухода за кожей в подростковом возрасте? В подростковом и юношеском возрасте усиливается потоотделение. Через определенное время приобретает неприятный запах. Поэтому нужно систематически мыть потеющие места. Какими гигиеническими качествами должны обладать одежда и обувь? Надо следить, чтобы обувь постоянно была сухой и не тесной. Одежда должна быть удобной, из качественных материалов, выпускающих воздух и не раздражать кожу. Какие нарушения состояния кожи связаны с гиповитаминозами? Недостаток витаминов оказывает неблагоприятное влияние на здоровье кожи. При гиповитаминозе А кожа становится шероховатой и сухой. Недостаток витамина В приводит к трещинам в углах хоза, ломкости ногтей. При недостатке витамина С возможны мелкоточечные кровоизлияния. Какие нарушения состояния кожи связаны с гормональными изменениями в организме? У подростков в связи с половым сосреванием может сменяться состав секрета сальных желез. Это приводит к закупорке выводных протоков этих желез и в итоге образуется угрин. Чем опасны грибковые заболевания? Грибковые заболевания поражают кожу, уставляя ее в перевоздействии внешней среды, приводят к нарушению ее полноценного функционирования, вызывают дискомфортные и болезненные ощущения. Грибковые заболевания заразны. Кто является возбудителем чесотки? Возбудитель чесотки – внутрикожный паразит, чесоточный зудень. Грибковые заболевания